Уважаемые дамы и господа, рад вас приветствовать на кибер-фестивале Positive Hack Days. Спасибо, что нашли время и пришли послушать мое выступление. Ну и тема моего доклада – ретиминг, методики фишинговых атак. Буквально несколько слов относительно содержания. То есть в первой части доклада мы с вами поговорим о том, что такое фишинг, какие бывают типы фишинговых атак, какие цели мы преследуем. Во второй части перейдем к таким более техническим вопросам. Мы с вами обсудим все этапы подготовки к проведению симуляции фишинговой кампании, обсудим компоненты инфраструктуры, поговорим о каналах взаимодействия для доставки полезной нагрузки, дальше обсудим составление текста фишингового сообщения в теории и на практике. И дальше поговорим о еще более технических вещах, обсудим виды и способы доставки, полезной нагрузки, методы сокрытия и противодействия обнаружению при проведении симуляции фишинговых кампаний. Ну и в заключительной части подведем некоторые итоги и сформулируем рекомендации. Итак, Хуэмай, меня зовут Вадим Шелест, я работаю лидом команды Red Team в компании МТС Red, выступал на различных конференциях, ну и буквально недавно решил не отставать от прогрессивной части человечества, завел свой телеграм-канал, пишу о практических аспектах информационной безопасности, Red Teaming, Purple Teaming. Кому интересно, welcome по ссылке. Итак, что же такое фишинг? Ну, я понимаю, что здесь все знают, но давайте синхронизируем определение. Существует вот такая классическая стандартная классификация, принято выделять массовый фишинг, но здесь, наверное, комментировать особо нечего, мы все каждый день, я уверен, получаем огромное количество таких писем. Все началось еще, помните, наверное, с нигерийских писем, ну и так же продолжается. Есть еще Spear Fishing и как подвид Whaling, ну то есть это в отличие от массового фишинга более такой таргетированный, направленный, где злоумышленники, либо мы во время симуляции фишинговых компаний атакуем представителей конкретной определенной организации, ну и здесь требуется необходимая подготовка, нам необходимо собрать информацию, интересы и так далее. Ну и Whaling — это такой подвид, форма целевого фишинга, нацеленная на представителей определенной организации, обычно это руководители, высокопоставленные лица, которые непосредственно принимают решение. Смешинг и фишинг, ну в принципе тоже все понятно, мы с этим тоже сталкиваемся ежедневно, наверное, всем из нас надоели звонки от службы поддержки и так далее, ну то есть в данном случае это тот же самый вид фишинговых атак, только в качестве средства доставки сообщений используется смс-сообщение, ну либо в случае с фишингом, соответственно, голос. Ну и в последнее время появился такой новый, относительно новый вид фишинговых атак, который называется Angular Fishing. В моем, в моем литературном переводе это будет что-то типа Лова или Наживца. Ну и я немножко раскрою суть. Злоумышленники регистрируют фейковые аккаунты различных представителей различных организаций, ну будь то представители службы поддержки, пиар-подразделения, маркетинг-подразделения и, и, соответственно, дальше Surfing Internet в надежде найти какие-то жалобы, какие-то пожелания, обращения, ну и потом вступают в переписку с авторами жалоб с целью вот именно оказать типа помощь. Ну а суть в том, что это на самом деле работает, и дальше мы поговорим на практике. Итак, что касается целей, буквально пару минут, ну принято выделять credentials, harvesting, ну смысл здесь сбор учетных данных, то есть получение учетных данных пользователей, логины и пароли, значение второго фактора для аутентификации. Ну и popping shells, это в данном случае такое сленговое выражение, речь идет о получении удаленного доступа и возможности выполнения команд на рабочей станции сотрудника. Ну и здесь буквально пару слайдов статистики. Вот на моем скриншоте вы можете видеть данные на основе отчета лаборатории Касперского. В 2022 году злодеи атаковали вот такие компании по отраслям в процентном соотношении. Соответственно, на этом слайде статистика по претекстам на основе информации компании Digital Security на основе о проведении социотехнических тестирований на проникновение в составе работ по routine либо классическому пентесту. Соответственно, претексты относительно получения учетных данных и претексты с целью получения удаленного доступа. Итак, let's go fishing. Ну все начинается с сбора контакт-листа, со сбора списка целей. В данном случае, наверное, большинство из нас использует вот эту вот заблокированную на территории Российской Федерации социальную сеть, которая на самом деле не теряет популярности. Ну и на самом деле очень удобно. Нашли страничку тестируемой организации, нашли соответственно сотрудников. Плюс ко всему можно собрать информацию относительно их интересов. То есть кто-то на конференциях выступает, кто-то там еще чем-то интересуется. Все это люди публикуют. Можно собрать информацию относительно защитных решений, которые используются в организации, ну то есть на основе опыта и экспертизы сотрудников. Дальше, соответственно, мы используем в своей практике сервисы email-маркетинга, так называемые. Ну вот, наверное, DropContact, Snove.io, Hunter.io. Всем знакомы. Позволяют нам собрать, соответственно, адреса электронных почт наших потенциальных целей. Ну, можно их валидировать, соответственно, понять, какие учетки у нас валидные, активные, какие могут использоваться в качестве Canary аккаунтов. Ну, очень удобно, рекомендую. Ну и перейдем к инфраструктуре. Вот здесь на моем слайде вы можете видеть, ну, такой стандартный пример инфраструктуры. Но здесь, наверное, комментировать особо нечего. Единственное, мне хотелось пару слов сказать относительно того, что в качестве SMTP-сервера при отправке фишинговых сообщений мы используем сервера third-party сервисов, которые занимаются email-маркетингом, в данном случае mail-gun и аналоги. Ну, что это дает, наверное, многим знакомо. Как бы вы свой SMTP-сервер не конфигурировали, как бы вы не скрупулезно не подходили к созданию, к выбору категоризации домена, настраивали там SPF, DKIM, прочие механизмы безопасности, наступает момент, когда все письма, ну, падают в спам. При использовании mail-gun и аналогичных сервисов этого можно избежать прямо на корню, то есть все письма у вас будут доходить до инбокса пользователя. Сейчас мы перейдем непосредственно к компонентам инфраструктуре и по-быстрому по ним пробежимся. Первое. GoFish. Наверное, всем знакомый инструмент. Это open-source утилита, которую мы используем в качестве инструмента для менеджмента проекта. Плюс ко всему, ну, вот вы здесь на гифке можете видеть его интерфейс. Можно прямо в веб-интерфейсе править шаблоны сообщений, есть статистика, то есть всякие различные красивые бублики относительно открытых сообщений, относительно перешедшей посылки и так далее. Удобненько все в этом интерфейсе. Ну, и такая минутка саморекламы. Я в прошлом году выступал на конференции в Казахстане. Мы обсуждали retimming инфраструктуру, ну, и довольно-таки подробно останавливались на GoFish. Кому интересно, вот внизу есть ссылочка. А мы идем далее. Ну, еще один компонент нашей инфраструктуры – это LGynx. Ну, наверное, тоже всем знакомая утилита для байпаса двухфакторной аутентификации. То есть, когда у нас второй фактор реализован на основе TOTP – софтверная реализация, мы можем байпасить ее с помощью LGynx. Ну, то есть, суть, для тех, кто не знает, это реверс-прокси. Пользователь переходит по нашей ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс. Соответственно, так как мы, ну, занимаем позицию man in the middle, все запросы проксируются через нас. И, соответственно, таким образом мы перехватываем логины и пароли и значения токена второго фактора. Соответственно, буквально на прошлой неделе автор этой утилиты анонсировал третью версию. Ну, вот здесь вот на моем скриншоте вы можете видеть членджлог. Куба Грецкий учел все пожелания комьюнити, их реализовал. Ну, соответственно, по ссылке можно посмотреть его выступление. А мы едем далее. Следующий инструмент Evil GoFish. Это такой, ну, мне хочется называть его плодом страстной любви между GoFish и Evil Jinx. То есть, автор этого инструмента постарался реализовать эти два фреймворка архитектурно в единое целое. То есть, соответственно, из новой функциональности добавилась поддержка смс-компаний. То есть, мы можем сейчас мероприятия по смешингу проводить прямо из интерфейса Evil GoFish, используя сутпати API, Twilio там, ну, и так далее. Плюс ко всему прямо из коробки есть поддержка Google Recapture, Cloudflare, ToneStyle. Это такие сервисы, которые позволяют нам противодействовать ботам автоматизированных защитных решений, которые сканят, соответственно, интернет в надежде обнаружить нашу фейковую страничку. Есть кастомные фишлеты, которые не вошли в состав оригинальной утилиты. Ну, и сразу же из коробки у нас убраны все индикаторы компрометации. Ну, те IOCs, те защиты от ScriptKid, которые, ну, как, наверное, все ответственные авторы offensive инструментов добавляют в свои шедевры. Здесь по умолчанию все эти хедеры убраны, ну, то есть можно прямо сразу же использовать. А мы идем далее. Относительно payload delivery мы используем тоже open-source утилиту pound drop от того же автора Куба Грецкий. То есть, соответственно, ну, это такой веб-сервер, который позволяет нам хостить наши payloadы, спуфать расширение файлов, менять на лету mime-type. Ну, и очень удобно, работает по HTTP, webdav и так далее. Ну, по ссылке можно найти, соответственно, проект на GitHub. И еще один интересный проект Living of Trusted Sites, LODs, ну, по аналогии с LOL beans. Здесь Mr. Dogs, его автор, постарался собрать сервисы, которые позволяют нам захостить наши payloadы на трастовых доменах. Соответственно, начиная от консюмерских облаков, заканчивая, ну, инфраструктурой крупных облачных провайдеров. Ну, все очень удобно вот в таком вот интерфейсе. Дальше IPFS. Ну, в последнее время злоумышленники очень часто и активно ее используют. Это Interplanetary File System. Ну, мне вообще кажется, любой сервис, если назвать интерпланетарным, межгалактическим, это сразу же плюс 100 к его крутости. Ну, в данном случае это такая децентрализованная пиринговая сеть для хранения и передачи файлов. Работает по принципу BitTorrent, только, соответственно, с возможностью доступа по HTTPS. Ну, и здесь вот внизу последняя ссылка. Это список актуальных гейтвеев публичных, через которые, соответственно, можно ходить в IPFS. Ну, рекомендую, очень удобно прямо оттуда парсить автоматизированно и добавлять это в какие-то защитные решения, в блок-листы, которые расположены у вас на периметре. Соответственно, существует огромное количество способов доставки пейлодов до наших потенциальных жертв. В данном случае можно использовать, ну, те же самые мессенджеры, которые поддерживают отправку сообщений. Тем более их огромное количество, и не все из них контролируются, ну, то есть в рамках периметра организации можно использовать личные сообщения в LinkedIn, тоже с таким же успехом. Плюс ко всему, за время пандемии, наверное, все успели привыкнуть к QR-кодам, ну, то есть в любом ресторане, когда вы приходите, вы, в принципе, без проблем сканируете меню, ну, и переходите на его цифровую версию. Никого это уже не удивляет, ну, или там чаевые оставить. Также вот на моем скриншоте вы видите примеры, то, что называется UX Duck Patterns. Это к нам пришло от не особо родивых маркетологов. Ну, вот здесь вот такая вот волосинка на кроссовке, которая прям очень раздражает, которую хочется смахнуть, убрать. На самом деле это элемент дизайна интерфейса. То есть по клику на этот баннер вы переходите по ссылке. Ну, в данном случае очень хорошо использовать для профилирования наших жертв, то есть чтобы благодаря магии JavaScript понять версию операционной системы, версию браузера, которая используется. Ну, и внизу пример из той же самой серии. Вот там тоже какая-то соринка прилипла, ее тоже хочется отковырять. Ну, на самом деле вы кликните на ссылку. А мы едем далее. Ну, давайте нотку интерактива внесем. Наверное, многие любят карточные фокусы. Вот здесь такая колода карт. Выберите любую, которая вам нравится. Запомните ее. Буквально три секунды. Раз, два, три. И, соответственно, сейчас будет магия. Чтобы магия случилась, попытайтесь в своем воображении ассоциировать выборную карту с королем, королевой, будь то исторический персонаж, либо литературный, кому как ближе, там, не знаю, Петр I, королева Марго, Екатерина II. Просто вот представьте буквально на три секунды. Необходимо, кстати, зажмуриться, иначе магии не будет. Прямо вот на три секунды. И визуализируйте в своей голове. Представьте вот этого человека. Он сидит там, не знаю, на троне, на голове корона, вокруг придворные. Вот такая картинка должна прям ожить в вашем воображении. Ну, соответственно, предположим, что все это сделали. А теперь поднимите руку, чья карта исчезла. Класс, ползала. Ну, фокусник из меня не очень, но, надеюсь, у меня получилось. И сейчас мы дальше поговорим, в чем же тут, соответственно, говоря, магия. Ну, вот на этом скриншоте вы можете видеть, соответственно, те карты, которые я вам показывал. Сверху одна колода карт, снизу, ну, не колода, образно говоря, несколько карт. Снизу совсем противоположная. Ну, и при чем же здесь, в общем-то, фишинг и социалка. Я вам сейчас попозже расскажу. А перед этим хотел бы порекомендовать вот эти две замечательные книжки. Это буквально, по моему мнению, настольные книги, ну, любого offensive security специалиста, который по долгу своей службы занимается проведением симуляции фишинговых компаний. То есть, соответственно говоря, вся теория, которой мы занимаемся, ну, вот описана в этих двух замечательных книгах. Буквально по одному слайду расскажу в двух минутах о их содержании. Дэниел Канман, наверное, многим знакомая книга «Sinking fast and slow», «Думай медленно, решай быстро». В данном случае основная суть, он приложил такую концепцию, что наше сознание поделено на две системы. То есть быстрое мышление и медленное. Быстрое мышление отвечает у нас за интуицию, срабатывает автоматически, моментально, не требует вот именно волевых усилий для ее активации. Соответственно, вторая система, которая занимает всего 5% операционного времени, это медленное мышление. То есть это та область сознания, которая отвечает за аналитику, за принятие решений, за, соответственно, когнитивные функции, которые связаны с мыслительной деятельностью. И срабатывает она с учетом волевых усилий. Ну и, соответственно, причем здесь наш эксперимент наш эксперимент с картами. В данном случае, если вы помните, ну, когда я вам показывал первый набор карт, у вас активировалось первое быстрое мышление, которое у нас отвечает, напомню, за обработку. Вот именно информация об окружающей действительности, то есть она интерпретирует ту информацию, которая была получена человеком с использованием наших органов чувств. Дальше, соответственно, ну вот, когда я, помните, рассказывал относительно представьте, визуализируйте и так далее, я попытался активировать вашу вторую систему, та, которая называется медленным мышлением. Но она также отвечает за фантазию, за создание образов и так далее. То есть я направил ее немножко по другому руслу и заставил вас визуализировать эту картинку, попытался, по крайней правил эту систему не в том направлении. Ну, это вот относительно теории. Вторая книжка, которую мы тоже будем использовать дальше на практике, это Роберт Чалдини «Искусство влияния. Шесть принципов влияния». Ну вот здесь вы можете на скриншоте видеть эти принципы влияния в терминологии Чалдини. Соответственно, здесь мой вольный перевод, и мы сейчас буквально в полминутки поговорим о них. То есть первый принцип — это взаимность, то, что называется Quit Procure. Это, ну, обязательство возмещения. Здесь, наверное, на примере проще будет объяснить. Ну, то есть всем знакома ситуация, когда вас, ваш знакомый поздравляет вас с днем рождения. После этого, когда вы сказали слова благодарности, вы в телефоне создаёте напоминание, чтобы не забыть его тоже поздравить. Вот этот принцип здесь, в общем-то говоря, ярко отражён. Дальше обязательность и последовательность. Ну, здесь, наверное, всё понятно. Убеждения должны соответствовать ценностям. Социальное наказательство — social proof. Ну, говорит о том, что большинство не может ошибаться. Биллиарды пчёл ведь не могут быть неправы, так ведь. Симпатия, соответственно, дружба и привязанность — здесь тоже особо комментировать нечего, всё понятно. Власти, авторитет — ну, такое подсознательное желание подчиняться сильному лидеру, человеку, который будет воодушевлять, вдохновлять, вести вперёд и так далее. Ну и дефицит времени, срочность. То, что Чалдини звал scarcity — это такой стереотип о том, что наиболее ценное предложение, оно всегда имеет ограничение по времени. Ну, то есть, это, на самом деле, один из самых любимых приёмов злоумышленников. Все вы помните, когда вы получаете письма, когда, ну, нет времени думать, нужно пойти что-то там быстро сделать, поменять учётные данные, перевести деньги с одного счёта на другой. Ну, вот это пример эксплуатации этого принципа. А сейчас мы с вами поговорим о практике. Вот на моём скриншоте вы можете видеть пример фишингового письма, который мы прямо использовали на реальном проекте. Ну и прямо давайте его по абзацам разберём. Вот всё начинается с call to action, с призыва к действию. То есть, в данном случае я просто буду зачитывать. По многочисленным просьбам наша внутренняя система Confluence переезжает на внешний доменный адрес с целью повышения удобства доступа и использования с мобильных устройств без необходимости находиться в сети VPN. Ну, дальше, соответственно, пользователю необходимо перейти по ссылке, чтобы там проверить работоспособность. Ну, вот это наш призыв к действию. В данном случае, если возвращаться к Чалдине, мы эксплуатируем последовательность, ну, в данном случае по многочисленным просьбам. Также это, ну, социальное доказательство, просьбы были многочисленные. Ну, и симпатия действительно стала удобна. Теперь с телефона не нужно накатывать VPN-приложение, там, проходить аутентификацию, второй фактор. Можно просто, ну, открыть в браузере, залогиниться и, соответственно, почитать, там, тикет Jerry, там, либо Confluence. Дальше, соответственно, следующий абзац — это destruction, то есть элемент отвлечения. В данном случае, внимание, важное напоминание — администраторы пространства несут ответственность за размещение конфиденциальной информации в своих пространствах. То есть, ну, в чем здесь суть? Во-первых, ну, это обязательность и ответственность. Каждый человек в душе, ну, чувствует себя очень обязательным, если даже на практике это не так. И, соответственно, здесь мы как раз активируем ту систему, которая отвечает за медленное мышление, но, опять же, направляем ее по ложному пути. Человек начинает вспоминать, ну, нет ли у него там где-то в Confluence, в Jerry, там, учетных данных, plaintext, которые доступны всей компании, как часто обычно бывает. Соответственно, далее. Следующий пункт — это evasion, то есть это такой элемент сокрытия. Здесь мы пишем, что сервис Confluence по старому адресу будет также доступен и CT VPN в штатном режиме. Ну, то есть, вот принцип срочности, scarcity, он транслируется в рамках, ну, наверное, всех security awareness тренингов, как самый такой яркий индикатор, что вы получаете phishing. В данном случае мы пользователю говорим, ну, нет, ты можешь там использовать, здесь, где тебе угодно, мы на тебя не давим, мы не заставляем тебя быстро что-то перейти, там, куда-то залогинится. Ну, и, соответственно, подписываем это как руководитель департамента информационных технологий, здесь апеллируем к авторитету этого человека, то есть вам не просто рядовой сотрудник пишет, вам пишет босс департамента, ну, предполагается, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете, соответственно, написать вот в этом сообщении, но этот человек вам ответит. Итак, соответственно, вот здесь я прям взял кусочек отчета, его замазал, это результаты, соответственно, работы вот по этому претексту на том самом проекте. Ну, я здесь зачитаю, смешно будет. К тому же стоит отметить, что пользователь такой-то 13 раз открыл письмо, три раза ввел собственные учетные данные, поделился ссылкой с коллегами, которых не было в согласованном списке контактов для проведения рассылки по этому сценарию. Ну, то есть здесь прям предтекст зашел очень хорошо. Человек 13 раз открывал, не мог поверить. Потом, соответственно, коллегам отправил. Мы когда проект проводили, ну, мы смотрим в интерфейс, и почему-то у нас учетных данных больше, чем, соответственно, сотрудников, которым мы отправили. Они валидные. То есть, ну, пробитие 110%. На самом деле, настолько вот зашел претекст, что человек, ну, прям поделился со своими друзьями, руководителем соседних подразделений. Ну, было смешно. Ну, и к чему я здесь веду? То есть основной поинт, что все-таки нельзя наказывать сотрудников, которые стали жертвой социотехнических тестирований на проектирование в рамках Red Team, либо во время классических пин-тестов. Ну, потому что это ваши будущие секьюрити-чемпионы. На самом деле, нельзя наказывать. Говорю о том, что нельзя, ну, лишать премий, какие-то, ну, какие-то санкции вводить, потому что эффект, который вы получите, он будет совершенно обратный. И в данном случае, ну, вот хотел бы поделиться. В одной компании мы видели очень классную практику. Ну, там у ребят уровень информационной безопасности достаточно зрелый. И вот они силами внутреннего подразделения буквально еженедельно проводят рассылки социотехнические, отправляют разные претексты, разные payloadы. И, соответственно, по результатам делают такой дайджест, рассылают его на всю компанию. Ну, там так пишут, пользователь такой-то очень хотел там новый айфон, поэтому перешел по ссылке, ввел свои учетные данные. Ну, и так ласково, мягко его троллит. Ну, то есть, и поверьте мне, работает прям отлично, очень большой эффективностью показывает. Ну, и сами понимаете, что вот человек, который стал героем такого дайджеста, над которым там в курилке на кухне, ну, ходят прикалываются, он приложит максимум усилий, чтобы, соответственно, не повторить этот опыт. Вот, наверное, это одна из рекомендаций. А мы едем далее, перейдем к более таким техническим вещам, поговорим о типах payloadов и, соответственно, о методах сокрытия. Ну, и буквально несколько слов хотелось бы сказать о компании Microsoft. В прошлом году Microsoft прям очень закрутил гайки на ниве борьбы с фишингом, то есть, они заблокировали макросы, то есть, они были заблокированы еще с офиса 2013 года, но у пользователя была возможность, соответственно, кликнуть вот на то желтенькое окошечко enable content. Microsoft пошли дальше, они заблокировали возможность разблокировать макросы. И, соответственно, там было тоже смешно. Они сначала вот анонсировали новость, что все, мы блокируем макросы. Через месяц они анонсировали следующую новость. Не, ну что-то мы получили негативный фидбэк, мы разблокируем макросы. Через еще несколько месяцев все-таки опять блокируем. Ну и вот, как на этой смешной картинке, мне кажется, они вот так злобно хихикают, что мы вот злоумышленников просто запутаем. То ли они заблокированы, то ли нет. А мы идем далее. Ну, макросы заблокированы, мы в безопасности. Ну, на самом деле, нет. Существует такой формат расширений, дополнений кому как угодно для Microsoft Excel. Соответственно, расширение XLA, оно было реализовано в офисе 1997 года. Это, соответственно, аддон для офиса 2007 года. Ну и, соответственно, как вот на этой смешной картинке автор популярного сериала говорит то, что мертво умереть не может. В данном случае, если мы отправляем self-sign, самое подписанное расширение XLA и XLM, ну, у пользователя не появляется вот этот вот желтенький, как он называется, Trust Bar, а появляется вот такое вот диалоговое окошечко, где, тем не менее, можно нажать и установить макрос, установить расширение, тем самым активировать наш VBA-макрос под капотом. Ну, то есть, как с ним бороться? Вот, если вы хардените приложение Office локально, в Trust Center можно найти, ну, если даже группами и политиками это раскатать, будет работать точно так же. То есть, можно найти вот такую вкладочку, здесь написано расширение, com, VSTO, and other. Ну, то есть, предполагается, что, поставив эту галку, вы заблокируете все расширения, потому что, ну, XLA и XLM намного старше. Ну, на самом деле, нет. Ну, и работает, как я вам уже показал. Дальше буквально несколько слов стоит сказать о Mark of the Web. Наверное, многим знакомый механизм, реализующий защиту устройств от запуска файлов, загруженных из недоверенной сети. То есть, механизм реализуется с помощью добавления NTFS ADS, alternative data streams. То есть, добавляет специальная метка значения атрибута zone identifier. Она добавляется при загрузке приложением. То есть, будь то браузер, либо, ну, то приложение, с помощью которого вы осуществляете загрузку файла. Соответственно, существует пять вариантов идентификаторов zone. Local computer. Ну, в данном случае, никакого предупреждения пользователю не показывается. Соответственно, интернет и разрешенные заблокированные ресурсы. В данном случае, ну, механизм рабочий, механизм призван, ну, обеспечить защиту пользователей. Но не все вендоры программного обеспечения, ну, скажем так, придерживаются имплементации этого механизма в свои решения. То есть, на примере, вот на моем скриншоте, вы можете видеть 7zip. Всем, наверное, знакомая популярная утилита для архивирования, соответственно, создания архивов. И они буквально недавно в последней актуальной версии все-таки реализовали механизм. Ну, как реализовали? Он отключен по умолчанию. То есть, мы дальше с вами посмотрим. И чтобы вам его, соответственно, включить, нужно открыть графический интерфейс 7zip, поставить там галку, но по умолчанию он выключен. Кстати, я рекомендую всем это сделать. Ну, и, соответственно, еще один пример. Это всем знакомый клиент-гид, который тоже, ну, не ставит эту метку при загрузке файлов. Ну, потому что здесь, в принципе, понятно, почему реализовано. Представляете большой репозиторий, вы качаете там много файлов, потом предупреждение будет, соответственно, выскакивать, ну, и, соответственно говоря, очень сильно влиять на юзер-экспириенс. Итак, перейдем непосредственно к пейлоудам и вариантам их доставки. Ну, начнем вот с WinRAR, который тоже в последней версии 6.11 реализовали Mark of the Web только для документов в Word, Excel и PowerPoint. Ну, и в данном случае мы будем отправлять HTML, либо HTA, либо CHM, либо можем отправлять MHTL, то есть это такой формат архива, куда можно напихать несколько веб-страничек. Ну, и в данном случае можно использовать, наверное, всем хорошо известную технику right to left override. Она, наверное, уже лет 20 либо 30 используется и не теряет своей актуальности. В данном случае мы отправляем ну, HTA, такой заезженный формат, его в последнее время используют очень часто злоумышленники, поэтому я предпочитаю слать CHM. Это такой формат Microsoft Compiled HTML Help, проприетарный формат архива в бинарном представлении. Ну, и, соответственно говоря, некоторые защитные решения на периметре, ну, не могут его разархивировать, потому что нужно дополнительное ПО. И, соответственно, ну, если вы шлете это наиболее технически подкованной жертве, в случае с HTA можно правой кнопочкой открыть его в любом текстовом редакторе, посмотреть содержание, ну, и, соответственно, как минимум подозрения какие-то возникнут. Что касается CHM, нужно качать дополнительный софт, ну, и вот здесь на скриншотике, как они выглядят. Ну, в принципе, CHM не особо отличается, но как-то менее опасно. Ну, соответственно, внизу по ссылке есть отчет APT-41, китайская группировка, которую еще называют Wicked Panda. Они это тоже активно используют, ну, и, в принципе, работает. А мы идем далее. Вариант сокрытия payloadов. Тоже, наверное, всем известная техника HTML Smuggling. Придумана еще была в далеком 2018 году компанией Outflang. Здесь по ссылке можно найти блок с подробным описанием. Ну, суть ее в том, что как-то давно HTML5 ввел атрибут download для тегов привязки. То есть у нас есть ссылка, а шлейф на расположение файла, и указав тег download, мы можем файл скачать. Ну, здесь все понятно, так работает HTML. Но мы можем объединить это с JavaScript, точнее, с JavaScript Blobs. То есть это объект, который представляет данные в RAW формате. По сути, это byte array и который позволяет создавать на клиенте файловые структуры. То есть в чем здесь суть? Ну, вот мы отправляем ссылку на веб-сервер, который контролируем, либо мы шлем там в качестве вложения HTML в архиве. То есть, ну, все защитные решения на периметре, но воспринимают это как обычный HTML. Внутри HTML есть JavaScript, но это нормально, так весь интернет так работает. Ну, и суть в том, что это байпасит большинство защитных решений, и, соответственно, когда пользователь на ссылку по ссылке переходит, либо открывает вложения, ну, у него, соответственно, загружается файл, сразу же кладется в downloads. Здесь стоит сказать о том, что Mark of the Web в данном случае эта метка выставляется. Ну, то есть, это годится, наверное, в большей степени для в случаях, если у вас есть уже initial foothold, и вам нужно, скажем так, ну, развивать атаку дальше, и вы в качестве векторов используете phishing. Ну, либо там, то есть, вам нужно захостить это внутри сети, либо на trusted sites. Ну, либо, как вариант, ну, таким образом можно, я не знаю, продвигаться из дочерней компании там в головную и так далее. Мы идем далее. Ну, то есть, про 7-zip уже поговорили. Вот его последняя актуальная версия Mark of the Web отключен по умолчанию. То есть, при запуске бинарных файлов вы получаете вот такое вот синее окошечко, которое называется upscreen. Ну, и, соответственно, вот как в интерфейсе, соответственно, в 7-zip включить Mark of the Web. Ну, и в данном случае в качестве полезной нагрузки используется всем знакомый ярлык LNK. Ну, и вот здесь вот на примере APT-29 Cozy B использует эту технику с 2016 года. Она просто эффективно работает, не теряет своей эффективности. Ну, и они просто варианты payloadов меняют. Вот они отправляют 7-zip архив, в нем есть, соответственно, файл RLK, при нажатии на который, ну, там еще рядом лежит легитимная утилита OneDriveUpdate. Соответственно, запускается она, и используя технику DLL Sideloading, ну, рядом лежит еще их вредоносная DLL-ка. Соответственно, таким образом они получают удаленный доступ к рабочей станции ну, своих жертв. А мы идем далее. Ну, и предположим, что вот у нас как бы в качестве наших целей по списку контактов ну, разработчики очень частый сценарий последнее время реализуемый в рамках supply chain на так, когда наши цели это, ну, разработчики. Соответственно, в данном случае ну, давайте сначала расскажу вот пример. Здесь, опять же, по ссылке есть отчет Microsoft Security, на основе исследования Google Tag. Ну, и, соответственно, здесь они атрибутировали это северокорейским хакерам, якобы. Ну, и то есть и это классический пример AngularFishing схемы. Ну, я сейчас о ней немножко расскажу. То есть, там злодеи зарегистрировали аккаунты в социальных сетях, создали учетки в Twitter, в LinkedIn, создали блог, в нем публиковали какие-то технические ресерчи, ну, довольно-таки неплохие, ну, и выдавали себя таким образом за легитимную cybersecurity компанию. Все какое-то время это продолжалось, они вступали, соответственно, ну, в такие переписки с представителями cybersecurity community, ну, то есть, установив таким образом уровень, первоначальный уровень доверия, то, что мы называем RAPO, соответственно, через некоторое время начали слать, ну, вот, претекст подобного содержания. Вот, якобы, смотри, у меня есть exploit под какой-то там популярный софт, ну, вот он что-то там не работает, помоги мне его подебажить, вот я сейчас тебе проект отправлю. Ну, соответственно, жертвы уже были установлены какие-то такие, ну, то есть, уже общались, и некая степень доверия была. Ну, и вся надежда, конечно, была на то, что просто человек, доверяя, скачав этот проект Visual Studio, ну, с помощью гита, сразу же откроет проект и начнет его компилировать. Ну, такой наивный претекст, но, на самом деле, в тот раз он сработал, они таким образом получили, ну, шеллы многого у кого. Ну, и что они делали? В Visual Studio есть такой, ну, custom build events, в данном случае использовался pre-build event, то есть, события сборки, которые запускаются, ну, до, до начала компиляции либо билда проекта. То есть, в данном случае, вот на скриншоте, вы можете видеть, был использован такой вот банальный PowerShell, который, соответственно, запускал вредоносную DLL-ку с помощью, ну, всем известного лолвина RunDLL. Ну, то есть, суть в том, что если бы человек, который скачал проект, открыл и поревьюил его сначала в текстовом редакторе, ну, он сразу же бы увидел вот эти странные вещи. Но, ну, я, кстати, рекомендую вам всем ревьюить то, что вы скачиваете из GitHub, независимо из доверенных источников, либо из недоверенных, ну, в любом случае, стоит посмотреть. А мы идем далее. Ну, предположим, что у нас разработчик, ну, наиболее такой технически подкованный, и он всегда ревьюит код, всегда на него смотрит перед тем, как запустить компиляцию. ну, здесь надо сделать шаг назад, немножко ввести термины, то есть я просто напомню, всем знакома технология framework.com, то есть component objective model. Суть ее в том, ну, буквально на пальцах, что у нас есть два компонента в системе Windows, и они могут соответственно взаимодействовать с друг другом, используя функциональность друг друга. В данном случае они зарегистрированы как com-объекты, один из них является com-сервером, другой com-клайентом, и, соответственно, они, ну, наверное, на примере будет понятней, вот, приложение Microsoft, когда мы хотим в Word вставить какую-нибудь табличку из Excel, какую-нибудь диаграмму, вот в данном случае как раз используется com. Ну, есть у нас еще незарегистрированные в системе объекты, для этого мы можем использовать TypeLip. То есть, что такое TypeLip? Это проприетарный формат, бинарный формат библиотеки, который компилируется с помощью middle compiler, middle.exe, и который можно хранить в отдельных файлах с расширением TLB или встраивать в виде ресурсов в исполняемые файлы .exe, .dll. Ну, есть еще формат nested TypeLips. Это когда мы одну библиотеку можем вложить в другую, по большому счету. Ну, и еще одно определение. Moniker, наверное, знакомое C++ программистом. В данном случае это объект для идентификации другого объекта. То есть, он позволяет компоненту получить указатель на другой объект без использования класса ID. То есть, просто используя, просто обратившись к нему по имени, display name. Ну, и соответственно, как flow происходит. Ну, и в данном случае Microsoft C++ припроцессор руководствуясь директивой import загружает указанную библиотеку через low TypeLip. То есть, наша TypeLip, которая может быть, ну, лежать рядом в качестве файла проекта, может быть захочена где-то, ну, можно обратиться к ней по UNC, по WebDAV. Далее, соответственно, он распарсит ссылку на другую вложенную библиотеку, которая представляет строку вызова Moniker, всем известного компонента Windows Scripting Host. Ну, то, что называется скрипт, скриплет, наверное, Кейси Смит, SubT, все его исследования знают. И, дальше, соответственно, используя функцию mk-parts-display name, проанализирует строку Moniker и привяжет объект компонента Windows ScropJDLL, который у нас отвечает непосредственно за Windows Scripting Host. Через интерфейс iMoniker функцию bindToObject. Ну, соответственно, дальше ScropJDLL загрузит и выполнит CST скрипт, соответственно, который может быть написан на VBS, JavaScript, JScript. Ну, и таким образом, мы получаем удаленный доступ к рабочей станции этого разработчика. Ну, предположим, что у нас прямо параноидальный разработчик, который не только у нас код ревьюит, он еще и в общем, ну, в данном случае предлагаем вот такой вот сценарий. Используем тот же самый гид, который, наверное, в 100% случаев установлен на рабочей станции любого разработчика. Отправляем ему Visual Studio. Но нам хочется, чтобы наш пилот отработал не при компиляции, а просто при открытии Visual Studio. В Visual Studio есть, ну, наверное, всем знакомое окошечко Properties. То есть, в этом окне можно просматривать свойства, соответственно, объектов, которые у нас находятся в редакторе, в конструкторе. Ну, и немножко расскажу, наверное, помните, если вы открываете Property Window, там при наведении на объект появляется такое всплывающее окошко, окошечко справки. За это отвечает HelpString.dll, то есть атрибут, который позволяет просматривать описание библиотеки с помощью Property Window. Указывается он в виде символной строки. Ну, и есть еще функция dll.getDocumentation. Она используется для указания на библиотеку, ну, локализованной версии. Предположим, у нас есть различные языки, и мы хотим справку показывать на разных языках. Ну, и весь Flow выглядит так же. Мы открываем Visual Studio, там загружается окошечко Properties. Используя вызов функции loadTypeLib, comAPI, мы партим соответственно HelpString.dll, она подтягивает с помощью функции dll.getDocumentation локализованную версию библиотеки, которая в данном случае является, ну, нашим вредоносной dll. Ну, и вот здесь внизу есть замечательный доклад Stan High, опять же, из Outflang. Кому интересно посмотреть про эту технику более детально, welcome по ссылке. Ну, и вообще, очень рекомендую подписаться на Outflang. Очень классный research относительно Initial Access в рамках Red Team, Purple Team, прям мы постоянно используем. А мы с вами плавно переходим к выводам и рекомендациям. Ну, я вот их разделил на две таких составляющие, то есть технические рекомендации и социальные. То есть в данном случае начнем с технических. Ну, и первая будет рекомендация эшелонированная оборона. Ну, здесь я подразумеваю то, что у вас, скажем так, на всех этапах цепочки Cyber Kill Chain должны быть реализованы защитные решения. То есть мы не только говорим о каких-то email, gateway, песочницах, сканированиях на соответственно вредоносные вложения. У вас на каждом из этих этапов, начиная, ну, начиная от Initial Access, даже от Reconnaissance, заканчивая, ну, не дай бог этапом эксфильтрации, должны быть реализованы способы, ну, соответственно, компенсирующие меры, которые позволят вам, ну, противостоять такого рода угрозам. Ну, и плюс ко всему, было бы по-хорошему очень замечательно обеспечить redundancy для такого рода класса защитных решений. Ну, то есть вы сами знаете, в какое время мы живем, в любой момент волшебная коробка, любая волшебная коробка может превратиться в тыкву, поэтому хорошо бы иметь несколько защитных решений, ну, одного класса, которые бы, ну, добавляли функциональность друг друга. Следующей рекомендацией будет FIDA2, ну, всем знакомый стандарт passwordless аутентификации. Я понимаю, что для больших компаний, ну, вот, реализовать такого рода рекомендацию будет требовать дополнительных инвестиций, бюджетов, плюс ко всему, нужно выдать всем по два ключа, их где-то нужно купить, но, тем не менее, таким образом, несмотря на эти инвестиции, вы прям, ну, скажем так, отключите целый класс атак, связанный с credential harvesting, ну, то есть, по большому счету, при использовании этого стандарта, ну, значение второго фактора не покидает рабочую станцию сотрудника и перехватывать, в принципе, нечего. Дальше, соответственно, проверка эффективности технических и защитных решений. Ну, вот в том примере с офисом, я уже говорил, то есть, найти на скриншоте ту вкладку, которая была на скриншоте и заблокировать аддоны, ну, ну, все здорово, но, учитывая такие вот не всегда понятные формулировки Microsoft, стоит, ну, проверить это на практике, действительно ли мы все отключили. Соответственно, дальше, последовательная проверка всех публичных методик получения Initial Access по Mitre в составе работ по тестированию в формате PayPal Teaming, ну, когда приходят к вам силами внутреннего подразделения, либо вы нанимаете сторонних контракторов, люди приходят и отрабатывают вам не просто, но вот пробили, получили доступ, пошли дальше выполнять, реализовывать бизнес-риски, отрабатывают последовательно все публичные, ну, и, может быть, приватные методики, которыми владеют относительно получения публичного доступа. То есть, различные претексты, различные варианты payloadов, цепочки и так далее, способы доставки. Что касается реализации методов Active Defense и Cyber Deception, здесь в большей степени, наверное, хотел сказать о вот этой вот ничего не стоящей, но очень эффективной методике размещения Canary токенов. Например, создали у себя там в LinkedIn фейкового сотрудника, написали ему какой-то, ну, какой-то бэкграунд, разместили там, ну так, его почту, дальше мониторить его почтовый ящик, как только туда что-то начало падать, ну, наверное, он, так как сотрудник фейковый, нигде не мог оставить свою почту, ну, стоит, наверное, прячься и подумать, что, наверное, в отношении нашей компании готовятся, ну, какие-то социотехнические мероприятия, наверное, злоумышленники. Дальше, соответственно, регулярное проведение социотехнических этапов в рамках составе работы по тестированию на проникновение, ну, очень часто на проектах вот приходят люди, говорят, мы социалку не рассматриваем вектором, то есть вы знаете, что вы нас таким образом пробьете. Ну, я, конечно, понимаю, но в данном случае все-таки рекомендую всегда включать эти этапы в классический пин-тест, ну, в рейтиминге, не по-молчанию, включены. Ну, и перейдем к вот этой вкладке Human Firewalls, ну, здесь больше речь о человеческом факторе. Я рекомендую, ну, то есть, Security Awareness тренинги, классная вещь, здесь прям вопросов нет, она эффективно, она работает, обучение информирует сотрудника, очень классно работает, но стоит к этому подходить немножко дифференцированно, то есть, у нас есть разные форматы тренингов для руководителей, для разработчиков и там для служб поддержки, для helpdesk, то есть, ну, сценарии, которые используются в качестве предекста, они разные, то есть, руководители у нас жертвы бейлинга, очень часто разработчики, ну, они более продвинутые, но они будут скучать, листая ваши картинки вот на awareness тренингах стандартных для всех сотрудников. Ну, и дальше концепция, о которой мы уже немножко поговорили, security champions, я предлагаю транслировать ее на подразделения службы информационной, ну, то есть, безопасности всех компаний, выращивать вот именно чемпионов в своих подразделениях, которые будут, соответственно, потом выполнять, ну, роль такого нештатного сотрудника ИБ в своем подразделении, будет не только свои должностные обязанности выполнять, а еще транслировать, ну, соответственно, все это на своих коллег и тех, кто работает рядом. Ну, и последнее, своевременное информирование сотрудников о попытках фишинговых атак в реальном времени. Ну, то есть, очень часто бывает, что служба ИБ, ну, получив, получив информацию о том, что проводится какой-то, ну, какой-то фишинг, соответственно, отправляют также по всей компании, используя этот же метод доставки, электронную почту, письмо о оповещении. Ну, вы же знаете, как мы читаем электронную почту, мы читаем ее в хронологической последовательности. То есть, ну, получили вот вы фишинг через, там, не знаю, пять писем вы получили информацию от службы безопасности, что это фишинг. Ну, не всегда, как бы это будет эффективно, не всегда пользователь дочитает. У нас такие кейсы на проектах довольно-таки часто бывают. Ну, и, наверное, вытекающие из этого рекомендации относительно вот именно, ну, регулярного информирования компании, что на нас проводились такого труда атаки, соответственно, с детальным разбором методиков, методик доставки пейлотов, разбором цепочек эксплуатации этих, то есть, пейлотов и так далее, будет в данном случае тоже эффективной практикой. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Здравствуйте! Спасибо за доклад. Вот вы говорили про методы решения с помощью автоматизации. А была ли попытка создать новое решение с использованием машинного обучения? Классный вопрос. На самом деле я, ну, сварщик настоящий, увлекаюсь немножко машин-ленингом. Ну, и относительно решений, они существуют. Ну, скажем так, я не эксперт, чтобы их оценивать, но ML, как и, ну, остальные такие прогрессивные штуки активно внедряются в решения, ну, cyber security, ну, то есть, не знаю, чат GPT, наверное, многие используют при составлении претекстов. То есть, по крайней мере, для того, чтобы поправить орфографию и лексику, прям здорово работают. И я уверен, что такие решения будут интегрироваться и развиваться. Ну, и надеюсь, что светлое будущее настанет раньше. Добрый день. На первом ряду. Здравствуйте. Вопрос такой более общий. Есть популярное мнение, что фишинг является одной из самых простых методов проникновения в инфраструктуру, да, и вследствие этого этим занимаются люди не технически, не особо технически грамотные. Это популярное мнение. Это первая часть вопроса. Вы согласны или нет? Нет, я не согласен. Ну, сейчас прокомментирую. Давайте вторую часть. На самом деле не согласен. Но мнение такое есть. И оно достаточно популярно. Просто вопрос в том, что если ты знаешь, как составить фишинговое письмо, ты знаешь, что сделать с кредами, которые ты получил, ты знаешь, что делать с удаленным доступом, какой смысл этим заниматься людям технически не подкованным? Угу. Если нет, не согласны, хорошо, какой метод, например, будет более простой? Потому что в фишинге, в принципе, работает принцип Парета 20 на 80. 20% утили приносит 80% эффективности. Угу. Да, спасибо за вопрос. Ну, то есть, не согласен с этим утверждением, потому что, ну, на самом деле, фишинг очень популярный и наиболее эффективный, согласно статистике, злодеи его используют. Ну, суть в том, что если мы будем, ну, противодействовать так же активно, ну, то есть, вот уже просто там HTA слать не получится. Ну, то есть, люди знают, что это такое, люди обучены, ну, и, соответственно, благодаря, ну, секрети-аворны с трейдингом, благодаря техническим решениям, ну, это просто не дойдет до, соответственно, получателя. фишинг. Ну, то есть, я вообще не согласен с мнением, наверное, такой, еще немножко копну глубже, что человек это такое слабое звено, типа, прошивка не патчилась никогда, ну, то есть, все остальное, это все полная ерунда. Вот человек, тот сотрудник, который, ну, вот, предположим, забайпасили все технические решения, злоумышленники очень технически подошли, там, не знаю, используют прям rocket science, ну, вот, человек, который, соответственно, активирует payload, ну, это, наверное, последний рубеж обороны каждой организации. Ну, то есть, соответственно, все зависит от того, нажмет он эту кнопку или нет. Если он будет обучен, если он будет знать, что там используется, ну, то, соответственно говоря, ну, наша эшелонированная оборона будет еще крепче. Ну, наверное, вот так вам отвечу. Добрый день, спасибо большое за презентацию, шикарно выступили. Спасибо. И такой вопрос вдогонку к машинному обучению, а будет, ну, или есть ли какие-то варианты персонального, точнее, персонализированного фишинга, то есть, например, по отделам или по возрастному какому-то ограничению, ну, то есть, грубо говоря, если там человек 60+, да, ему там котиков шлются, а если 20+, то там что-то такое из тиктоков. Ну, то есть, есть ли вот в таком направлении какие-то подвижки сейчас? сейчас. Хороший вопрос. Ну, вот, смотрите, относительно средств защиты мне сложно сказать. Я скажу относительно атаки. При проведении спирфишинг компаний, ну, симуляции компании в составе работ по Родтим у нас есть такая практика, мы составляем прямо профайл, мы анализируем человека, ну, аккаунты человека в соцсетях, мы смотрим какие, ну, соответственно, у него есть интересы. Например, очень часто бывает публичная личность, которая выступает везде. Ну, то есть, здесь сразу же раздается такой, ну, стандартный, в нашем случае, сценарий. Можем пригласить его выступить на нашем закрытом мероприятии. Как мы опишем претекст, ну, все зависит от того, сколько у нас, соответственно, данных для анализа, ну, и насколько человек, как бы, скажем так, открыто это все публикует. Но есть обратная сторона, ну, то есть, не обратная, есть сторона, как к этому противодействовать. Ну, то есть, очень часто, есть специально, ну, если речь у нас идет, опять же, о уэйлинге, если это высокопоставленные лица уровня, там, SEO, Сиборда, у них есть специально обученные люди, которые ведут за них эти социальные сети. Ну, то есть, они не всегда соответствуют действительности. Плюс ко всему, они почту-то читают тоже не всегда сами. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Возвращаясь к способу фишинга с помощью VBA и макроса. Вот вы перечисляли программы, которую поддерживают, там вот фигурировал офис и другие. Вот вопрос, насколько это актуальный способ фишинга, если учесть то, что многие программы уже не поддерживают такой формат данных. Спасибо. Да, все верно. Ну, то есть, сами макросы относительно вот именно предоносных документов приложения Excel, будь то там, не знаю, Word, Excel, PowerPoint тоже макросы поддерживает. Этот класс уже вымирает. Мы не используем. Но вот если слать расширение, который под капотом тот же самый, ну, VBA, ну, в общем-то говоря, это работает. Ну, и плюс ко всему, относительно расширения, я не говорю, что там какое-то приложение, это просто, ну, может быть, кнопочка в интерфейсе. Это есть расширение. То есть, в данном случае, вот это, ну, хорошо работает. И плюс ко всему, вы еще и получите, скажем так, ну, персистент в данном случае, ну, такой весьма условный. То есть, установив расширение, при каждом запуске, ну, будет отрабатывать ваш, ваш, соответственно, payload. Ну, и таким образом, ну, очень условно, но персистент какой-то обеспечивается. Здравствуйте. Спасибо большое за выступление. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что нельзя наказывать сотрудника, который стал жертвой социальной инженерии и попался на фишинг. Вот. Потенциально он может стать секрети-чемпионом. А что делать в том случае, если жертвой стал ИБшник или администратор? Допустим, пример, что скидывают, ну, сотруднику какому-то приходит фишинговое письмо, он скидывает его ИБшнику или админу, говорит, проверь, посмотри, что там. Тот нажимает, и в итоге злоумышленник получает админские права. Ваше мнение, казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Ну, на самом деле, я всегда против казнить, но в данном случае, то есть, ну, хвалить точно не надо. Ну, то есть, наказывать, я просто к чему говорил про наказывать, вот какие-то санкции относительно, ну, решим премии, там, выговор объявим, ну, они дадут противоположный эффект. В следующий раз либо сотрудника ИБшнику не отправят, ну, подумают, что, ну, в общем, скажем так, накажут еще. А что касается вот именно сотрудника ИБ-департамента, в чьи основные обязанности входит, ну, защита организации, вот это выявление такого рода атак, наверное, стоит, ну, ничего хорошего я бы им не сказал. То есть, какие-то не жесткие санкции, ну, если это первый раз, первый раз прощаем, а второй раз, наверное, что-то стоит сделать, но я, короче, не хочу нести ответственность за эти решения в данном случае. Спасибо. Еще можно вопрос? Допустим, что делать, если, вот вы говорили, что в качестве меры можно использовать рассылку от ИБ-департамента по сотрудникам с какими-то предостережениями, а что делать в том случае, если злоумышленники используют эту рассылку, представляясь сотрудниками ИБ-департамента, перейдите по ссылке, прочитайте рекомендации. У нас на самом деле есть такой сценарий, ну, он такой сложно сочиненный, немножко расскажу, ну, то есть, когда мы слали такой банальный фишинг, который инфицируется очень легко, а потом слали, ну, соответственно, вот уведомления от службы безопасности, точнее от ее начальника, что у ребят проводятся атаки, вам срочно необходимо там пойти усилить, ну, образно говоря, сделать кое-что, чтобы усилить нашу, ну, всем собраться, усилить оборону технически, вот, это работает действительно, потому что люди там, в курилке же все обсуждают, ну, то есть, там, где-то на кухне, мы получили фишинг, там, ха-ха-ха, какие не глупые, шлют фигню, ну, вот, в общем-то говоря, это будет известно, ну, сотрудникам, которые, по крайней мере, в офисе, потом, соответственно, мы пишем, говорим, вот, у нас теперь новый второй фактор, вам нужно срочно там что-то сделать, пойти рассказать второй фактор, вот, соответственно, доменные креды, ну, заходите, вводите их, такой сценарий, да, мы, по крайней мере, применяли. Добрый день, спасибо за доклад, у меня вопрос такой, сейчас в компаниях начинают появляться рабочие места на Linux, это часто там, в госсекторе, в больницах, в школах, кажется, что их достаточно, чтобы уже занимать новую нишу, и там порой, вот, вообще, голый Linux стоит без антивируса, то есть, никаких средств защиты часто нет, просто система с браузером, там, и с корпоративным ПО, что думать по поводу, вот это, по поводу компрометации Linux, будет ли тема на хайпе, с Android проще не стало, там эти APK никто не устанавливает, вот, в Linux тоже, нужно будет сначала права выдать, потом заставить терминал запустить, но все же, возможно, какой-то, какой-то легкий вектор атак найдется. И второй вопрос, ну, он, конечно, холиварный, но, почему бы фишинг не внести в скоп баг-баунти, будет много атак, они, конечно, будут отвлекать сотрудников, но, будет выработка иммунитета некоторого. Спасибо. Спасибо большое, очень интересный вопрос, давайте начнем со второго. Относительно баг-баунти, ну, да, он всегда за рамками скопа, плюс ко всему, я просто, ну, понимаю, что технически триажить это будет очень-очень больно, ну, то есть, и образно говоря, во-первых, разделять, ну, как, фишинг по баг-баунти, мы там делаем, да, баг-баунти по метку, ну, то есть, их будет разделять от, на самом деле, фишинговых атак, и атак по баг-баунти, ну, довольно сложно, вот именно для триажа, плюс ко всему, я понимаю, что в данном случае отрабатывается еще и instant response, вот те плейбуки, которые у нас, соответственно, задействованы при получении фишинга, то есть, сотрудник должен, там, не знаю, нажать кнопку в интерфейсе, чтобы отправить письмо в песочницу, уведомить, ну, сотрудника подразделения ИБ, там, либо дежурные смены SOC, либо что-то такое, ну, просто вот в баг-баунти, ну, как-то, мне кажется, это сложно реализовать, ну, я, опять же, не специалист, могу ошибаться. А что касается Linux, это очень классно, что вы сказали, вот в формате импортозамещения, очень-очень, мы видим, что люди переходят на Linux, но, плюс ко всему, обычно, вот именно в списке наших целей, если мы говорим о RETIM, ну, там есть, мы подбираем вот именно специалисты из всех подразделений, то есть, если технические специалисты перейдут на Linux, ну, у них и так Linux, они его используют, то, наверное, подразделения бухгалтерии, ну, не очень скоро перейдут вот именно на полноценное использование Linux, либо это будет какая-то браузерная версия, там их ПО, но, тем не менее, вот в данном случае злоумышленники идут по пути, ну, наименьшего сопротивления, они будут атаковать жертв на Windows, но при этом нужно заняться профилированием, нужно понимать, что там действительно Windows, такая-то версия, там есть Office, либо его нет, либо это, ну, российские решения относительно той же самой функциональности, ну, например, всем, ну, вот, известный мой Office, у него также есть макросы, они на Lua просто реализованы, и, в общем-то говоря, там также есть расширение, которое называется надстройками, ну, поэтому вот примерно так. Спасибо большое за доклад. У меня будет два вопроса непосредственно по осуществлению рассылки. Вы сказали, что используете в основном GoFish для рассылок. Вот у меня будет такой вопрос. Первый. Как вы осуществляете сбор и анализ статистики? Потому что GoFish, он довольно урезан в плане статистики, просмотра ее и так далее, но у него потрясающая API. Вот. Используете ли вы какие-то самописные средства для анализа и сбора статистики? Или собираете и уже анализируете вручную? Или есть какой-то инструмент уже готовый для его анализа? И второй вопрос по payload. Допустим, с октябрьского релиза прошлого года GoFish научился в автоматическом режиме прописывать все параметры трековые в .doc.m и .xlm файлах. Используете ли вы какие-то автоматизированные средства для такого же автоматического прописывания параметров в других payload? Замечательный вопрос. Ну, давайте начнем с GoFish. Да, мы используем кастомизированную версию, но на самом деле там просто это можно реализовать, скажем так, не написав ни строчки кода, потому что community за много лет разработала различные расширения, начиная от способов нотификации. Ну, то есть у вас просто там, не знаю, креды летят через веб-хуки, телеграмма, слака, куда вам удобно. Заканчивая, опять же, действительно очень потрясающим API GoFish, где можно реализовать все, что угодно. Ну, и относительно статистики, я на самом деле хотел включить это в презентацию, боялся, что не успеем. То есть, во-первых, что касается вот именно, ну, я не до конца согласен со статистикой по, скажем так, количеству открытых писем. Ну, то есть, обычно это как критерий в каждом отчете фигурирует. Ну, и на самом деле очень странный такой показатель. Ну, письма, блин, они, ну, они должны открываться. То есть, в данном случае, ну, как бы, у нас есть просто красивый бублик статистики, но он нам ничего не дает относительно, ну, аналитики, и что мы можем с этими сделать. И, ну, это первый такой point. Второе, наверное, что касается, что касается функциональности GoFish мы используем. Плюс ко всему, мы используем, ну, шлем что-то другое, ну, в смысле, payloadы в других форматах. Мы всегда используем способы, ну, каким образом можно идентифицировать, что это наше. Плюс ко всему, очень удобно в отчет это все потом, ну, как IOC занести, чтобы защитники потом это убрали. Не дай бог, если мы где-то забыли, либо доступ потеряли. Ну, и второй, наверное, момент, ну, это такой, ну, в общем, необходимо каким-то образом маркировать. Есть опенсорсный софт, мы тоже его используем. Ну, у нас есть кастомная реализация такого рода инструмента. Если интересно, мы можем потом в кулуарах пообщаться более подробно. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу обучения персонала. Вы сказали то, что нужно вообще все категории обучать, но есть мнение, что достаточно одного, да, кто поведется на фишинг, чтобы утекла учетка. Вот. И после обучения, ну, допустим, у нас до было 40% открытий пейлода, стало 5% открытий. Но на корпорации, где там 5000 человек, это уже огромное количество людей, огромная поверхность атаки. Что нам вот дает это обучение, которое там с 40 до 5%, то есть что-то это плюс какой-то от этого есть, или можно сосредотачиться только там на администраторах, только там на бухгалтерах, там и топ-менеджмент. Спасибо. Отличный вопрос. Ну, вот смотрите, даже если просто статистически было 40, стало 5, ну, соответственно, возможность у нас стала ниже. Ну, сами понимаете пропорцию. То есть в данном случае согласен, что нам достаточно одного пробития, чтобы, в общем-то говоря, вполне возможно реализовать бизнес-риски у Таниша Лексиса, заканчивая там, ну, соответственно, самыми плохими последствиями. Но, тем не менее, здесь мы статистически, ну, скажем так, в более выигрышной ситуации. Ну, и плюс ко всему, вот тот принцип эшланированной обороны, то есть тот принцип, принцип даже диратрасс здесь, наверное, стоит транслировать, чтобы, соответственно, у нас привилегии, ну, бухгалтера, они, как бы, скажем так, были очень-очень ограничены. И чтобы затруднить злоумышленную, чтобы весь путь реализации, реализации риска от получения доступа к рабочей станции бухгалтера, и у нас на, скажем так, всех этапах были защитные решения, которые нам, во-первых, обеспечивают мониторинг, но и обеспечивают противодействие. То есть, чтобы мы могли, имели, по крайней мере, потенциальную возможность на любом этапе идентифицировать злоумышленников и их, соответственно, выгнать из инфры. Ну, вот как-то вот такой подход, мне кажется, будет более, более, скажем так, эффективен. Относительно проведения social awareness-тренингов для всех, ну, в данном случае, относительно вот именно инвестиций, но они стоят не так дорого. А эффект, который вы получаете даже снизу с 40% до 5%, ну, все-таки, ну, хочется верить, что мы более защищены. Мне вот понравился вопрос молодого человека. И, кстати, рядом молодого человека тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok